Дельфийские игры – это соревнования, а также выставки и презентации в различных областях искусства. Истоки современных дельфийских игр прослеживаются от античных пифийских игр, проходивших в древнегреческих дельфах. Среди участников и победителей дельфийских игр много людей, продолжающих деятельность в области искусства. История – общенациональные древнегреческие пифийские игры в дельфах у подножья горы Парнас были посвящены прославлению бога Аполлона, который, согласно мифам, победил дракона пифона, охранившего древние прорицалища, и учредил в честь этой победы дельфийский оракул и новый огон. История пифийских игр достаточно отчетливо документируется с 582 года до н.э., когда после Первой Священной Войны около 586 года до н.э. управление играми перешло к дельфийской амфиктионии, совету 12 греческих племен. С тех пор пифийские игры стали проходить каждые 4 года в год, предшествующие Олимпийским играм вместо одного раза в 8 лет, как было прежде. Многочисленные сказания, легенды и найденные фрагменты исторических сообщений свидетельствуют о том, что античные пифийские игры в дельфах были своеобразным музыкальным центром Эллады. В своей программе пифийские игры объединяли виды искусств с атлетическими состязаниями и гонками на колесницах. Среди музыкальных соревнований преобладало пение под аккомпанементки и фары излюбленного музыкального инструмента бога Аполлона. Пифийские игры нашли свое отражение в древнегреческом искусстве. До наших дней сохранилась статуя дельфийского возничьего, которая является частью композиции, созданной во знаменовании победы команды колесниц на пифийских играх. Последний император Единой Римской империи Феодосии запретил пифийские игры как языческие одновременно с античными Олимпийскими играми в 394 году. Н. Э. Начиная с пятых летних Олимпийских игр по инициативе барона Пьера де Кубертена возобновились художественные состязания. Конкурсы искусств на Олимпийских играх проводились с 1912 до 1948 года. Они включали номинации по разным видам искусств, при этом тематически были связаны исключительно со спортом. Первой половине XX века греческий поэт и драматурк Ангелос Секеллианос с американской супругой Евой Палмер Секеллианос искусствоведом и хореографом, предприняли попытку возрождения дельфийской идеи и объединения людей с помощью искусства ради гармоничного развития тела и духа. Совместно они организовали и провели два дельфийских фестиваля на родине – фифийских игр в Дельфах. Несмотря на популярность этих фестивалей, их проведение после 1930 года было прервано из-за проблем с финансированием в период Великой Депрессии. Современные дельфийские фестивали проходят по инициативе городского муниципалитета и Европейского культурного центра в Дельфах Русск. Современные дельфийские игры. Очередной проект возрождения дельфийской идеи появился в конце XX века по инициативе Кристиана Кирша при поддержке известных личностей, деятелей культуры и искусства из разных стран мира. В 1994 году в Берлинском дворце Шанхаузен был учрежден Международный дельфийский совет. В 1996 году в Санкт-Петербурге под патронатом ЮНЕСКО Совета Европы и городской мэрии прошел первый дельфийский конгресс МДС, в ходе которого по примеру Олимпийской хартии была принята Дельфийская хартия. Сформулированы цели и задачи дельфийского движения. С самого начала активную роль в становлении дельфийского движения играла Россия. Наибольшую активность в создании национальных дельфийских организаций проявили Белоруссия, Германия, Греция, Грузия, Китай, Нигерия, Россия, США, Филиппины, Япония. Первые региональные молодежные дельфиады прошли в Грузии, Альбании, России. Национальные организации, вступившие в МДС, открывают по возможности свои официальные сайты и модифицируют их с учетом актуальных дельфийских событий. В 2003 году был зарегистрирован Международный дельфийский комитет со штаб-квартирой в Москве, сайт которого открылся в 2006 году. На нем появилась иная информация об истории дельфийских игр в отличие от ранее публиковавшейся на сайте НДС России. Современные дельфийские игры проводят две организации. Международный дельфийский совет со штаб-квартирой в Берлине, с 1994 года возглавляемый Кристианом Киршем. Международный дельфийский комитет со штаб-квартирой в Москве, с 2004 года возглавляемый Владимиром Паниавиным. МДС и НДС Грузии в Тбилиси впервые провели международные молодежные дельфийские игры. МДС и НДС России в Москве впервые провели для взрослых участников международные дельфийские игры. При подготовке делегаций к участию в международных играх национальные организации разных стран мира могут проводить свои конкурсные отборы и фестивали различного масштаба, от местного до континентального. С 1999 года Национальный дельфийский совет России, вступивший в состав МДС, начал проводить молодежные дельфийские игры России. Под патронатом МДС прошли первые из них в Саратове и вторые в Смоленске, начиная с 2006 года подобные игры стали получать патронат МДК. Под патронатом МДС в Брянске и НДС России впервые провел молодежные дельфийские игры СНГ, а патронат МДК эти игры начали получать с 2008 года. Саратове и МДК и НДС России провели и вторые международные дельфийские игры. В Волгограде под патронатом МДК прошли первые молодежные европейские дельфийские игры. Комментарии